В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. 95-й день рождения. Как его отпраздновал житель развилки Илья Евдокимович Савельев. Илья Евдокимович человек необыкновенный. Он сохранил бодрость ума, силу духа. Кто занимается обеспечением питания в школах и сколько стоит завтрак ученика? Детки хорошо кушают, любят и завтракать, и обедать. В Развилковской библиотеке прошла презентация выставки местной художницы Елены Смирновой. В понедельник мне захотелось нарисовать что-то. Я сходила, купила краски. Житель поселка Развилка Илья Евдокимович Савельев отпраздновал свой 95-й день рождения. Поздравить именинника пришли друзья, бывшие коллеги, руководство поселения. Чтобы вместить всех желающих, праздник решено было отметить в Центре социального обслуживания «Вера». Туда и отправилась наша съемочная группа. Илья Евдокимович человек скромный, оттого несколько смущается, слушая теплые слова в свой адрес. Одной из первых с поздравлениями выступила начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Она озвучила обращение к имениннику главы муниципалитета. В этот прекрасный праздник желаю вам здоровья, бодрости, духа, заботы и внимания окружающих людей, мира, добра и всего самого наилучшего. Глава Ленинского района Валерий Николаевич Венцов. Совсем недавно мы праздновали 90-летие Ленинского района и Московской области, а Илья Евдокимович старше на 5 лет. По сути, перед нами живой свидетель истории нашей страны и Видновского края. Илья Савельев был призван в армию в августе 1942 года. Воевал минометчиком, был тяжело контужен. После войны долгие годы работал в газовой промышленности. Любит стихи и игру в шахматы. Про него можно сказать, что это интересный человек, потому что вся его история жизни, она действительно заслуживает уважения и является примером для современного поколения, для молодого, подрастающего и, конечно же, для тех, кто сейчас трудится в зрелом возрасте. Его история, Илья Евдокимовича, насыщена теми событиями историческими для нашей страны и является примером, как нужно защищать Родину, как нужно ее отстраивать и как делать то, чтобы все жилось в нашей стране замечательно. Илья Евдокимович всегда ставил общие интересы выше собственных. У него немало не только боевых медалей и орденов, но и наград, полученных в мирное время. Великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее будущее, вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Несмотря на возраст, Илья Евдокимович ведет общественную работу. Проблемы и чаяния жителей развилки он всегда воспринимал как свои собственные, за что и пользуется любовью и уважением земляков. Илья Евдокимович является гордостью развилки. Это человек известный, он у нас долгие годы возглавлял Совет ветеранов и по-прежнему в строю является почетным председателем нашего Совета ветеранов в сельском поселении Развилковское. Конечно, развилка полностью присоединяется ко всем поздравлениям. Илья Евдокимович человек необыкновенный, он сохранил бодрость ума, силу духа. И, наверное, такие люди должны жить очень-очень долго, потому что они нужны. Они являются действительно для нас прототипом героизма того поколения, которое воевало. Не случайно праздник был организован в Центре Вера. Несмотря на возраст, Илья Евдокимович является активным посетителем этого заведения и принимает участие в различных мероприятиях. Сегодня у меня второй юбилей с Ильей Евдокимовичем. 90 лет, 5 лет назад мы праздновали с ним. И сегодня очень важно для нас, что мы приняли решение и чествуем его в нашем Центре социального обслуживания населения Вера, в который он активно очень посещает. Когда бы я ни приходила, это такой позитивный, такой внимательный, такой... самые только можно лучшие слова сказать о нем. Это наша гордость. Это все-таки человек, прошедший войну. Несмотря на инвалидность второй группы, свой 95-й день рождения именинник встречает в приподнятом настроении. Естественно, мы не смогли не спросить о секрете его долголетия. Секрет? Я, во-первых, не курил, не курил, не пил алкоголь. Там молодому поколению хорошего воспитания учиться надо. И, конечно, следить за состоянием своего здоровья. А это значит не курить, не употреблять наркотики, не употреблять алкоголь. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает Илье Евдокимовичу крепкого здоровья, счастья и любви друзей и близких. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Организация школьного питания – сложный и ответственный процесс, к которому в Ленинском районе относятся более чем серьезно. Наш муниципалитет – один из немногих, где бесплатно питаются около 10 льготных категорий детей. Вся еда сбалансированная и здоровая. Как проходят вкусные перемены на примере Видновской школы номер 11, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. На часах 9 утра и дежурные старшеклассники вовсю готовятся к приходу в столовую первоклашек на завтрак. Накрывают на стол, ставят чашки, тарелки. Пять минут спустя уже слышны звонкие голоса малышей, которые первым делом посещают зону мытья рук. В 11-й школе города «Видное» она особенно удобная. Много умывальников и сушек. Далее каждый класс проходит к своим постоянным столам. Они отмечены специальными табличками. При входе в столовую можно ознакомиться с меню. Меняется оно ежедневно. Например, сегодня на завтрак каша пшеная молочная, чай с молоком, хлеб, кондительское изделие. Все это стоит 45 рублей. А на обед салаты свеклы, супермишелевый с курицей, беточек рыбный с рисом, компоты сухофруктов, также хлеб и фрукты свежие. Все это родителям обойдется ежедневно 82 рубля. Для учеников с 1-го по 4-й классы завтрак ничего не стоит. Дети едят за счет муниципального бюджета. Питаться бесплатно и дальше с 5-го по 11-й класс могут отдельные льготные категории. Школьники с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей, сироты, учащиеся, находящиеся под опекой, ребята из семей беженцев. Очень удобно, что родители спокойны, что ребенок придет в школу и он позавтракает. Хотя все равно я рекомендую дома перед уходом выпить сладкий чай с бутыргодом небольшим. Но здесь питаются очень хорошо, любят очень кашу, добавки обязательно всегда просят. Повара работают качественно, не могу сказать, чтобы какие-то были когда-то нарекания. Ленинский округ – один из немногих муниципалитетов в Московской области, где так серьезно подходят к вопросу питания школьников. Список льготных категорий у нас в разы больше, чем где-либо в Подмосковье. На территории округа работают 4 оператора, которые оказывают услуги по организации горячего питания детей. Их сотрудники-повара работают в школах, где на месте все и готовят. Меню утверждено Роспотребнадзором. Готовятся в соответствии с технологическими картами. И мы контролируем. Потому что от питания, конечно, зависит и успеваемость. Светный ребенок, веселый ребенок. Школьники, входящие в льготную категорию, утвержденную администрацией Ленинского округа, обедают бесплатно. Для остальных ребят один обед обойдется в 82 рубля. Для того, чтобы ребенок мог в школе поесть, родители заранее заключают специальные договоры. У нас есть договор на организацию платного питания. Родители в определенный день приходят, оплачивают обеды, завтраки, если они не относятся. Это уже касается пятых, одиннадцатых классов. Оплачивают обеды и завтраки, питаются в свободном доступе. Учителя отмечают. Еда детям нравится. Они с большим удовольствием ходят в столовую. Детки хорошо кушают. Любят и завтракать, и обедать. Почти весь класс у меня обедает. Любимое блюдо? Любимое блюдо детей – каши, запеканка, суп. Все кушают, все любят, все нравится. И это правда. К концу приема пищи тарелки пусты. Я смотрю, ты все доела до последней ложки. Так нравится кашка? Да. А что больше всего любишь в этой столовой? Все. Вкусно готовят? Да. А каша остается бесспорным лидером в списке любимой еды учеников 11-й школы. Почему именно каша? Очень вкусная. А? Очень вкусная. Из 22 тысяч учеников Ленинского округа более 19 тысяч обеспечены горячим питанием. Сотрудники управления образования ведут постоянный мониторинг качества продукции. Учитываются все пожелания родителей. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В уютной обстановке в усадьбе Тимохова-Саласкина прошла встреча главы Ленинского городского округа Валерия Венцеля с ветеранским активом. Повод более чем приятный. Вручение памятных медалей, приуроченных к юбилею муниципалитета. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. От всей души. Можно я так сказать? Живей, дорогой. Давайте. Времена, я волнуюсь очень, не выбирают. В них живут и умирают. И удивительное время выпало вот на нашу жизнь всех нас. Силой духа ветеранов невозможно не восхищаться. Их житейская мудрость и опыт покоряют каждого, кто оказывается рядом с этими удивительными людьми. В своем вступительном слове глава Ленинского округа Валерий Венцель рассказал о текущем состоянии дела в муниципалитете и отметил, что работа с ветеранами всегда большая радость и честь для него. Я благодарю весь президиум нашего Совета ветеранов за то, что и всех членов нашей организации, Совета ветеранов, в принципе, в принципе, в районе, куда входит много-много-много других организаций и филиалов наших поселений, за ту поддержку, которую вы оказали при формировании нашего городского округа. По сути, мы вернулись в ту же самую историю, в которой жил муниципалитет до 2005 года. Вертикаль власти, единый бюджет, все решалось быстро. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили за постоянную заботу о старшем поколении и заверили, что и впредь будут идти рука об руку с местной властью и помогать ей в решении поставленных задач. Для нас, ветеранов, особенно значимое то, что сейчас реконструкция идет в аллею-свал. Это ведь наши, так сказать, чисто наши, кажется, место, где мы проводили и будем проводить все социальные экономические, значимые наши мероприятия. Честуют ветераны. Ветеранская организация объединяет более 25 тысяч человек и является одной из передовых в Московской области. Празднование юбилея Ленинского района добрым эхом отзывается в сердцах жителей муниципалитета, которые активно принимали участие в различных мероприятиях, и в фото- и видеопостах в соцсетях. Наш мобильный репортер побывал в этот день на концерте камерной джазовой музыки в усадьбе Тимохова-Саласкина. Под звуки джаза так называлась программа, в которой участвовали совсем юные музыканты, воспитанники детской школы искусств города Видное. Любители джазовой музыки, пусть их было и не так много, остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного. В Развилковской библиотеке прошла презентация выставки местной художницы Елены Смирновой. Познакомиться с экспозицией под названием «На свободную тему» ее автором отправилась и наша съемочная группа. Потреты, пейзажи и натюрморты местной художницы Елены Смирновой украшают Развилковскую библиотеку уже с начала сентября. А на днях руководство библиотеки пригласило всех желающих на творческую встречу с автором экспозиции. В нашем поселке живет очень много талантливых людей, поэтов, писателей и, конечно же, художников. И наше выставочное пространство никогда не бывает пустым. Мы стараемся популяризировать творчество наших жителей. Елена Смирнова – художник-любитель. Всю свою жизнь проработала бухгалтером. А выйдя на пенсию, внезапно осознала, что хочет творить. Очень неожиданно. Не было каких-то душевных терзаний, исканий. А просто, допустим, в понедельник мне захотелось нарисовать что-то. Я сходила, купила краски во вторник, утрирую. И в среду начала рисовать. Началось все с рисунка игрушки внучки нашей героини три года назад. Елене так понравился сам процесс и то, что получилось в итоге, что она начала рисовать каждый день. С тех пор она занимается живописью, пробует себя в разных жанрах, направлениях и техниках. Больше всего нравится рисовать портреты и работать маслом, говорит художница. Началась акварель, но акварель очень сложная. Техника очень сложная. Поэтому я и планировала, что я все-таки приду к маслу. Потому что в масле можно что-то подправить. Свои картины Елена уже выставляла в местной Дэши и в московском Доме культуры «Авангард». На данной выставке третий по счету представлено 50 работ. Художница поделилась с присутствующими своими творческими планами. Хочу нарисовать работу, которая будет называться «Человек. Солнечная система». Вообще я очень стремлюсь, мое желание рисовать абстракцию. На творческой встрече гости могли задать художнику любые интересующие вопросы. Кстати, среди присутствующих были и дипломированные художники, и только начинающие. Работы Елены Смирновой не оставили равнодушными никого. «Каждая по-своему интересна. Каждая картина своя. По-своему, по-своему. А там пока еще, чтобы создать какую-то свою оценку, я пока еще готова». Я вообще всегда восхищаюсь людьми, которые начинают рисовать. И это получается всегда для человека очень неожиданно, но открывается какое-то совершенно другое окошко, правда, в жизни. Вот как-то вот живешь-живешь в одной какой-то плоскости, да, и вдруг перед тобой открывается вот что-то такое необыкновенное. «Я в восхищении. Мне очень нравится все здесь. Ну вот, и картины эти прекрасные. Любой пейзаж, возьмите любой. Это очень… Где вот… В Латвии отдыхала. На море отдыхала. И здесь все. И грибы. И, в общем, ну, я восхищен». Если вы еще не познакомились с творчеством развилковской художницы Елены Смирновой, загляните в библиотеку. Экспозицию можно увидеть до середины октября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.